Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-ти-ти-ти-я-я-я-я-я-я Немецкий для детей Привет, ребята! Любите смотреть мультики и учиться чему-то новому? Конечно же, да! Кто бы сомневался? А мы любим давать такую возможность! Поэтому мы создали для вас развлекательный немецкий для детей В этом видео вы узнаете, чему мы вас научим и в каком формате проходят наши уроки. Ну что, давайте-ка начнём! Привет, друзья! Это мистер Шерлок. А это его план по захвату немецкого языка и внедрению в Германию. Итак, перед Шерлоком стоит задача. Ему необходимо быстро заговорить по-немецки, но он не может сказать и слова. Что же ему делать? Итак, Шерлок принимает решение пойти к Гермацену. Это Гермацен. Он живёт в Германии и уже давно выучил немецкий язык. И он-то знает, как это сделать быстро и легко. И Гермацен говорит Шерлоку. Для начала я познакомлю тебя с местоимениями. Посмотри. Я, ты, вы, он, она, оно, мы, вы, они – это всё местоимения. По-немецки они звучат так. Ich, du, sie, er, sie, es, wir, ihr, sie, sie. Посмотри внимательно на эти слова. Они называются местоимениями. То есть, ты можешь их использовать вместо имени. Например, тебе не обязательно называть кого-то по имени и говорить Ваня живёт в Германии. Ты можешь просто использовать вместо имени местоимение «он» и сказать «он живёт в Германии». Или тебе не обязательно говорить «Аня живёт в Германии». Ты можешь просто сказать «Она живёт в Германии». Он и она – это местоимение. Используем вместо имени. Ты можешь сказать «Кот живёт в Германии». А также вместо того, чтобы говорить «Кот», ты можешь просто использовать местоимение «он» и сказать «Он живёт в Германии». Или же, например, ты можешь сказать «Местоимение» вместо того, чтобы называть предмет. То есть, что-то неодушевлённое. Например, ты можешь сказать «Стул стоит». А также ты можешь вместо слова «Стул» сказать «Местоимение» и получится «Он стоит». Видишь, что такое местоимение? Но о местоимениях мы поговорим с тобой ещё раз чуть позже, когда будем изучать род. Что такое род, мы расскажем тебе в следующих уроках. Это очень интересно! Итак, а пока скажи, ты понял, что такое местоимение? Что же это за такие слова? Посмотри на них ещё раз. Сейчас Гер Матсон расскажет тебе, что местоимения – это очень требовательные слова. Они всегда требуют, чтобы глагол приходил к ним с правильным окончанием. Глагол – это действие. Например, прыгать, бегать, жить, учить – это всё глаголы. Смотри, глагол отвечает на вопрос «Что делать?» – «Что сделать?». Давай зададим к нашим словам вопросы. Что делать? Бегать. Бегать – это глагол. Что делать? Прыгать. Прыгать – это тоже глагол. Что делать? Жить. Жить – это тоже глагол. И вот давай возьмём один глагол, например, глагол «Лианон» и поставим его рядом с местоимением. С местоимением «Их». И посмотри, что произойдёт. Местоимение «Их» требует, чтобы у глагола было окончание «э». Иначе оно не захочет, чтобы глагол стоял рядом с ним. И то, что ты скажешь, будет непонятно твоему собеседнику. Поэтому видишь, как это важно – знать окончание глаголов. Гермадзен знает их очень хорошо. И если ты хочешь быть таким же крутым, как и Гермадзен, то тебе нужно выучить местоимение и окончание глаголов. А сейчас давай возьмём ещё один глагол и потренируемся. Помнишь, глагол – это действие отвечает на вопрос «Что делать? Что сделать?» Возьмём глагол «Жить». Что делать? Жить. Вон он. И теперь давай скажем «Я живу». Для этого мы возьмём местоимение «Я» и глагол «Жить» – «Вон он». Поставим глагол «Вон он» рядом с местоимением «Я». Ты же помнишь, что местоимения у нас очень требовательные? Местоимение «Я» хочет, чтобы у глагола было окончание «э». И для этого нам нужно поменять окончание у глагола. Мы убираем окончание «эн» и на его место ставим «э». И получится «Ich wohne» – «Я живу». Например «Ich wohne in Barcelona». Или «Ich wohne in Spanien». А сейчас представь, ты хочешь переспросить своего нового друга? Ты живёшь в Германии? Ведь тебя это так интересует, из Германии твой друг или нет. Ты же учишь немецкий язык? Итак, как ты спросишь? «Du» – это «ты». А окончание с местоимением «ду» будет «эсте». Смотри в таблицу. Ты живёшь в Германии? Видишь, как просто. И всему этому ты можешь очень быстро научиться. И представь, ты сможешь быстро заговорить на немецком языке. И тогда ты будешь таким же крутым, как и Германсан. А сейчас давай посмотрим ещё на пару предложений с нашими местоимениями и окончаниями глаголов. «Hallo!» «Ich heiße Marina. Ich wohne in New York. Wo wohnst du? Ich wohne in Italien. Ich gehe zur Schule. Друзья, видите, зная лишь общее правило спряжения глаголов, в ваших руках уже есть первый инструмент, который поможет самостоятельно строить предложение. Видишь, мистер Шерлок, ты уже сможешь использовать большое количество глаголов самостоятельно и строить предложение. Но, конечно же, чтобы стать героем немецкого языка, нужно пройти еще несколько шагов к нашей цели. Следующий наш с вами шаг будет заключаться в том, что мы выучим исключение из нашего общего правила спряжения глаголов. И для начала мы выучим, как изменяются самые основные сильные глаголы. Например, такие как И другие. Эти глаголы будут изменяться с одной особенностью. Помимо окончания, у них будут происходить изменения также в корне. Но не переживайте, во втором уроке мы потренируем эти глаголы. И уже по окончании второго урока вы сможете свободно задавать следующие вопросы. Ну и, конечно же, отвечать на них. Марина и Андрей услышали странные звуки. И скорее побежали смотреть, что же произошло. Они видят, что злодей опять пакостит. а -ы -ы -ъ Спр δενらい? Спря Apare �олимся? Да, пакостит. Я говорю upgrading. Также в третьем уроке нам необходимо будет выучить глаголы sein и haben, и то, как они спрягаются, и тогда вы сможете сказать, например, следующее предложение. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. В четвертом уроке мы рассмотрим модальные глаголы. А сейчас, внимание, модальные глаголы являются очень важными глаголами. Зная всего шесть этих глаголов, вы сможете соединить их с другими глаголами, которые мы выучили до этого, и уже строить большое количество предложений. Например, посмотрите на следующие примеры. После таких подвигов Марина и Андрей очень проголодались. Они, Шерлок и Германсен, как раз ждут их в кафе. Давай-ка посмотрим, как супергерои выбирают себе перекус. Was möchten Sie bestellen? Können Sie mir bitte eine Fanta geben? Kannst du mir eine Nachspeise empfehlen? Ich möchte gerne zwei Muffins bestellen. И в пятом уроке мы рассмотрим глаголы Ребята, зная лишь общее правило спряжения глаголов, зная глаголы из второго, третьего, четвертого и пятого уроков, вы будете знать настолько много, что сможете составлять основные фразы и начнёте говорить на немецком языке. Друзья, смотрите, как здорово! Это всё можно с лёгкостью выучить, потренировав и просмотрев несколько уроков. Главное – иметь желание и заниматься в удовольствии. Это очень важно. Это очень облегчает изучение немецкого языка. И, чтобы поддерживать интерес к урокам, мы создали мультики с интересными персонажами. А также мы подготовили для тебя карточки. Их ты можешь распечатать и в игровом формате учить новые слова. В уроках есть аудирование. Ты будешь слушать немецкую речь. Это очень полезно в изучении иностранного языка. А разговорный тренажёр поможет тебе как можно быстрее начать разговаривать. В конце уроков можно найти упражнения. Делая их, ты закрепишь свои знания. Таким образом, мы создали для тебя идеальные условия для изучения немецкого языка. А сейчас переходи к первому уроку. До встречи в первом уроке!